Всем моим подписчикам большой привет! Я сейчас вам расскажу немного о влажности воздуха и о приборах, которые ее измеряют. Влажность воздуха это очень важный показатель, который обеспечивает комфортность проживания в жилище. Она должна иметь относительные границы. Говорят об относительной влажности, измеряют ее гигрометрами и психрометрами. Вот вам вид 2 гигрометр. Электронные сейчас появились, которые измеряют не так точно. Есть волосяные, это уже экзотические приборы. Что это за влажность такая относительная? Это влажность в процентах, которая показывает, сколько процентов нам не хватает до наступления так называемой точки росы. То есть, когда из воздуха начинает выпадать уже влага. Она для каждой температуры своя, эта точка росы. Когда говорят, что влажность 90% относительно, это не то, что вы думали, что 90% влаги. Нет, просто до точки росы не хватает всего 10%. Бывают так называемые сухие бани и влажные бани. Сухие сауны, влажные русские бани. Так вот, там влажность достигает в русской до 90 с лишним процентов. Так вот, тот процент, который остается, и измеряют гигрометрами. Вот у нас самый простой и самый точный гигрометр. Вид 2. Это еще советский прибор, который выпущен был и разработан в Советском Союзе еще. Он имеет 2 термометра. Так называемый сухой термометр и влажный термометр. Вот сейчас они показывают у нас одинаковую температуру. 24 градуса. Для того, чтобы измерить влажность, нам необходимо мокрое, влажное, вот этот правый, заполнить водой. Водой нужно заполнять дистиллированное. Но можно и заменить на кипяченую воду. Вот мы шприцом вот сюда вот в нижнюю, нижний, заливаем примерно 5 кубиков воды дистиллированной. У нас он заполнился. Вот этот нижний резервуар и намочил фитиль. Фитиль этот надет на кончик термометра влажного и увлажняется из этого резервуара. Вот пошла у нас падать температура в этом влажном термометре. Видите, 22 уже. Было 24 изначально. Воздух, обдувая ее, тут скорость аспирации еще важна. Свободный конвективный воздух обтекает вот этот нижний термометр. И вода испаряясь охлаждает его. Вот у нас уже разница почти в 2 градуса. Здесь же существуют на нем так называемые таблицы психрометрические. И по этим таблицам можно легко определить влажность воздуха относительную. Тут есть две шкалы, одна сухого показания термометра и дельта Т. Это вверху разность между сухим и мокрым. Мы добиваемся устойчивого показания, когда у нас остановится вот этот влажный термометр. Замеряем вот эту дельту Т. В градусах она от 1 до 11 может достигать. И по этой таблице, по психрометрической, зная дельту 6 и температуру сухого 24, допустим, мы ведем и определяем влажность 50%. 50% это у нас абсолютно хороший показатель для жилых комнат. Норма от 20 до 60%. То есть это очень точный, достаточно точный прибор. И простой. То есть влажный должен быть смочен все время, а сухой у нас показывает. Но можно поступить еще проще. Когда гигрометр недоступен, я придумал такую штуку, как можно измерить обычным оконным термометром. То есть он у нас продается везде. Имеет два колпачка. Нижний колпачок. Вот он. И верхний колпачок, за который он крепится к окну или еще куда-либо. Я придумал такую штуку. Один колпачок из них мы оставляем целым, непросверлимым. А во втором колпачке мы просверливаем по его днищу отверстие диаметром 1 мм. То есть перфорируем этот колпачок. Для измерения влажности мы надеваем нижний колпачок непросверленный и замеряем температуру. Вот она температура тоже у нас 23 градуса, как на гигрометре. 23, 24 доходит. Для того, чтобы его сделать влажным, то есть мы замеряем его в положении сухого, то есть с сухим концом. Но для этого должен быть верхний кончик открытый, чтобы шла у нас здесь циркуляция пара, выходил пар. Затем мы в нижнюю просверленную часть вкладываем марлю. Марля обычно медицинская марля. комочек делаем из марли, вкладываем ее в нижнюю часть и оставляем небольшой кончик. Для чего? Его потом мы пропихиваем в этот самый термометр, чтобы он касался у нас. И закрываем. Закрываем его. И потом из шприца мы просто смачиваем вот этот комочек марли. Когда мы его смачиваем, он у нас намокает. А через перфорации у нас идет все время протекание воздуха. Воздуха вверх, он здесь не задерживается. и вот эти вот циферки, они начинают падать у нас. И тоже будут показывать как показания влажного гигрометра в фабричном. То есть, когда у нас показания установятся, ну допустим, будет то же самое, я думаю, 18, я уже проверял его, то по таблице психорометрической, я ее дам в видео, вы точно так же сможете определить легко относительную влажность воздуха. То есть, можно вот таким простым термометром оконным измерить вместо гигрометра. Если понравилось, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго! ПОДПИШИСЬ!